Друзья, вы как люди вовлеченные, люди с безусловным критическим оширением, люди безусловно подготовленные, глубокие, профессиональные. Представляете, что вы жюри, который технически оценивает состояние диалога, который у нас есть. Причем со всех сторон. И поведение власти, и поведение гражданского общества, поведение бизнеса общества, всех тех интеллектуалов, которые так или иначе выступают за изменениями. Я хотел бы, чтобы вы по тем пунктам, которые мы обсуждали, высказали свою точку зрения и тоже, в конце концов, мы придем к неким рекомендациям, советам относительно того, как нашу работу в год, в предстоящий год, делать более конструктивно и позитивно. Можешь судить за задачу? Не просто поднести итоги, а что это должно быть? По пунктам, которые последние говорят? Это пункт раз, и плюс просто оценка. Ты смотришь со стороны, ты не участник. Я понимаю. Твой вопрос сформулирует четко. Вопрос сформулировать вашу оценку состояния диалога по тем пунктам, которые были различены, а также дать какие-то рекомендации относительно того, что у нас. Виктория, пожалуйста. Это было более активным и действием. Вообще-то это очень важно. И я хотела бы сейчас говорить не отстраненно, а от практики, а о том, с чем я сталкиваюсь постоянно. И на что я хотела бы обратить внимание аудитории для того, чтобы мы выработали как раз возможность противодействовать. Чиновники, в том числе и на ОКСах, очень искусно пользуются разрозненностью бизнес-ассоциаций, которые представлены в ОКСах. Я уже приводила этот пример, что когда четыре ассоциации голосуют за, пятая ассоциация голосует против, то решение принимается отрицательно из-за того, что в бизнес-сообществе нет единого мнения. Таким образом, в большинстве оказывается условно отрицательное решение самого министерства, плюс одно отрицательное решение от одной ассоциации, и все. И все, что продвигалось, прорабатывалось бизнес-ассоциациями в плюс, все абсолютно сразу нивелируется. Я еще раз повторюсь. Я говорю не о конкретном вот этом случае, а о том, что чиновники научились хитрить и уже очень умело используют ту самую щель, которую мы видели на слайде. в том числе, когда они просовывают не только руку и попу, а все тело и все абсолютное решение. Мы не умеем пока этому противостоять. Поэтому для нас очень важно, я говорила уже с места, о консолидации, о поиске точек соприкосновения. Мы никогда не придем к полному взаимопониманию в бизнес-сообществе по одному пункту. Но мы должны найти людей, которые смоделируют ситуацию по поиску этих точек соприкосновения и приведут эти точки соприкосновения к чиновникам. То есть единое мнение к чиновникам. Только к принятию решения чиновниками. Значит, это один момент. Плюс вот то, о чем говорила Анна. Анна одна. Один в поле не воин. Оценка регулирующего воздействия номер два. У нас есть такая возможность, но на самом деле ОРВ не может быть проведено бизнес-сообществом, потому что бизнес-сообщество не имеет активных экспертов. Я не говорю не имеет экспертов, профессионалы есть. Они не заинтересованы нами самими, да, руководителями бизнес-ассоциаций в том, чтобы работать на общество. Им это не надо. Они работают, профессионально делают свое дело и имели в виду всю остальную ситуацию. Нам нужно найти инструменты, чтобы заинтересовать их в этом. Пока ОРВ есть на бумаге, но ОРВ как таковое не существует. Плюс у нас прекрасно, да, опять же, делает маневр ученомки и обходим вот этой вот возможности, предоставленной им законодательством, считать, что это не влияет на бизнес и вообще, в принципе, не задавать вопросы по обсуждению. Это два момента. И третий, на который я хотела бы обратить внимание, это уровень компетентности тех, кто руководит, кто, ну, опиньонмейкером, собственно говоря, является. Потому что некомпетентность даже одного человека, его корыстность, да, которая, конечно, искусно прячется под какими-то речами, она раньше или позже становится совершенно явно для всех. и отворачивает даже тех, кто готов был примкнуть к бизнес-ассоциациям навсегда. То есть больше ему уже никогда ничего нельзя доказать ни ролью личности, ни какими-то действиями, ни даже списком достижений. Люди просто, да, они априори не верят, и когда они убеждаются, что среди таких, что среди ассоциаций есть красолюбивые обманщики, они отворачиваются навсегда. И я очень бы хотела спросить, Ярослав, у тебя, может ли, касательно ОРВ, я забыла вот этот момент, Ниц Мизеса, да, или стратегия явиться таким местом, которое бы, в общем-то, собрало компетентных профессионалов для того, чтобы оценка регулирующего воздействия хотя бы в какой-то степени, регуляторного, ну, бог с ним, чтобы она в какой-то степени могла бы консолидироваться и поступать, ну, хотя бы от трех сначала, да, человек, да, экспертов, под пяти, то есть у тебя есть кредит доверия, у тебя есть профессионализм, ты ученый. Поэтому дурак, условно, я предполагаю, к тебе не пойдет, потому что ты его сразу дозавируешь. Поэтому поиск вот этого профессионального сообщества, которое могло бы, да, оценивать то, что предлагается, и помочь Ане получать один документ, не пять компаний, а один резюмирующий документ, это было бы значительно более. Хорошо, я могу отвечать. Спасибо. Уже мы участники школы, мне хотелось бы говорить о тех вещах, во-первых, в которых я участвую, а именно избрать тему, исходя от предварительной программы Ярослава, взаимодействия бизнеса и гражданского общества. Потому что как конфедерация, так и Минский столичный советский предприниматель и работодатель, является действительными членами Белорусской национальной платформы Кроме гражданского общества Восточного партнерства. Я там исполняю обязанности, равно как и по взаимосвязи ИГО и бизнеса в Восточном партнерстве, где я являюсь экспертом ВД-2. Наверное, недолго, потому что я не знаю английского, английская там и собирается. Но прежде чем говорить об этом, потому что может не хватить регламента, я потом отвечу на вопросы. Мне бы хотелось очень большой респект выразить выступление Натальи. Я читала исследования СИМПы и БИСа. Но всегда важно определяться в понятиях. Поэтому мне хотелось бы сказать три копейки о состоянии организации гражданского общества. У меня есть данные на государственности. Кому понадобится, я отвечу. А внимание привлечь именно к третьему сектору, с которым мы и взаимодействуем. Что здесь можно сказать? Да, наибольших успехов они достигли в экологии, в гендерных исследованиях, в правозащитной сфере и так далее. Но статистика сегодня не позволяет оценить точное количество этих организаций, потому что одни не зарегистрированы, другие зарегистрированы за рубежом, третьи являются культурно-просветительными учреждениями. И все-таки центр европейской трансформации Андрей Егоров посчитал, что где-то три тысячи организаций на сто тысяч граждан, 32 НПО, данные могут быть спорными. Из них по семнадцать процентов в культурной и социальной сфере шестнадцать правозащитных, а вот развитие бизнеса занимается семьи до девяти процентов. Ну и естественно, организации сосредоточены главным образом в Минске. Какие у них проблемы? Во-первых, диалог с властью здесь помогает. И это вытекает и с уровня компетенции. Вот Анна говорила о том, что как поступают от них обращения. А простите, не умеют писать обращения. И не всегда хотят, чтобы подсказали, как это делать. То есть это проблема. И, наконец, вторая проблема. Низкий уровень участия в ОБО. По данным того же Центра европейской трансформации только 12% опрошенных об этом сказали. Более того, есть убийственные цифры. Я хочу привести, пока Ярослав установит. Убийский Центр европейской трансформации в 2015 году провели исследование. Более четверти населения, 27% населения Беларуси, не имеют никакого опыта гражданской активности. А в чем участвовали? 40% сказали в благотворительных мероприятиях, включая естественные и принудительные. Далее. Кто знал об ОБО в Беларуси? Данные, правда, 5-летней давности, я извиняюсь, новых найти не успела. Это исследование не СЭПИ и на сегодняшний день. О профсоюзах знает 52% населения. Да, при условии почти принудительного членства в ряде организаций. Вот по этому процессу о Белорусском Хельсинском комитете впервые узнали 83,9% участников опроса. Далее, пойдем дальше. О Болонском комитете впервые узнали, получив анкету 83,2%. О зеленой сети, я очень уважаю экологов, они много делают, делали смолянка и так далее. 85,7% о том, что они существуют, тоже узнали из опроса. Пойдем дальше. Правозащитный центр «Весна» до этого не был ведом. 87,9% населения, несмотря на широкое освещение. Белорусская национальная платформа, где мы члены форума гражданского общества «Восточного партнерства», она объединяет более 70 организаций ГОО, в том числе некоторые региональные, честно о себе написала, что 83,8% участников опроса впервые узнали о ее существовании. Хотя она делает очень хорошего. У меня вот ее резолюции с собой, одну из них мы писали, то бишь в год я была координатором в прошлом году. Далее. Мова на нова. Только 3,3% населения Белоруссии знают, что она есть. Будь мы белорусами, 2,5% знают, что она есть. Это, между прочим, независимые оппозиционные эксперты считают, не власть. Далее. Какой же опыт взаимодействия с бизнесом? Ну, я уже сказала, что мы с белорусской национальной платформой форума «Уголового восточного партнерства» действительно тесно работаем. И надо сказать, что последние три платформы, они участвовали в этой разработке. Более того, мы проводили совместные столы, круглые столы, семинары «Лучший город для бизнеса», они тоже участвовали в ЭДО, они участвовали в наших ассамблеях. В прошлом году они впервые приняли участие в неделях предпринимательства, приурочили к ней свой форум. И вместе с нашими участниками, особенно «Гражданский вердикт» Санкевич, он состоит в Союзе, ходили по школам и разъясняли ГО и бизнес, в том числе в регионах. То же самое по гендерной проблеме. Мы вместе, наши клубы деловых женщин и Белорусская ассоциация трудящихся женщин, член Конфедерации. И Белорусская ассоциация трудящихся женщин, которые кроме нашей Конфедерации входят в Белорусскую национальную платформу форума «Восточного партнерства». Я прошу украшения, вот я продемонстрирую собственное незнание и отсутствие отличия. Спасибо. Вадим. Извините, я абсолютно по технологиям бизнеса, как ты сказал, по мероприятиям. Я сразу говорю, я только говорю только за себя и по своим ощущениям. Да, само мероприятие очень приятное, активное, очень заинтересованные все люди, собрались высоких компетенций и при этом, что очень редко бывает, очень по-доброму ведется дискуссия. То есть вот даже если разные мнения, всегда приходят к какому-то вечеру. Ну, нет вот такой конфронтации, которая там показать, перетянуть друг на друга одеяло и себя показать. Это очень ценная вещь, которая бывает редко, на самом деле. Я много на таких бывал, да. И что очень интересно, сегодня показал, как раз таки будут, пока мы переезжали, поиск решения поставленных задач. Так получилось, что одна кучка была, одна кучка была и в принципе обсуждали на территории, у каждого корпуса вообще, как это эффективнее сделать. И потом, когда подошли к друг другу, мы в принципе обсуждаем одно и то же, и пришли к похожему выводу. Ну и конечно же очень хорошие натурки, шикарные по тому, как познакомились и кто чем занимается. При этом не навязчиво, но за это время все успели это сделать. По цели. По цели на год следующий вопрос, который ты уже сказал. Или про инструментарий. Сначала про инструментарий. На самом деле сейчас в инструментарии огромное количество, как найти цель, как ее проработать, даже вот по форме, которой было сказано, что люди не умеют это делать. Сейчас как-то делается рыба на сайте, которая заполняется, и людям снимается 90% вообще. Вот инструментария много. О горизонтальных связях. Насколько я понял, количество объединений огромное количество, но при этом горизонтальных связей и дружбы между ними нету, потому что нету определенных целей, которые между собой не стоят. У каждого свои цели. Ну понятно, что каждый приветит, ловит, но если говорить о неком формировании кулака давления, то необходимо об общей цели и договоренности, кто что может в этом направлении идти. Как всегда, будем монеты, которые ставят цель. Информационные потоки я уже сказал. Очень важная вещь, которые пришли к выводу, это не хватает хороших технологий по переговору для людей. Тоже Кондратович, который это делает, и ребята, которые... Александр Кондратович уже ведет юркарные курсы по переговорам высокого уровня международных корпораций, вплоть до того, что захват заложников он ведет, и решение абсолютно уникальных сложных вопросов. И он эти курсы периодически ведет, как здесь. Я знаю, что его Казахстан вообще просто на руках носит. Правительство. Именно правительство Казахстана. И у них там этот Минжлис... Как это тут называется? Фарнар. Нет, под Минжлисом есть... В России есть Газпром, а там есть министерство вот этой всей промышленности. И вот там мы постоянно его туда заберем. Плюс в России очень популярен. А у нас как-то вот... Нет, он там проводит эти рекурсы. Там в Фейсбуке что-то так уже чуть ли не в открытую. Там технологии выпускают для белорусов. Поэтому, ну, просто даже брать и для себя это делать, да? Поэтому, прежде чем выходить на серьезные переговоры, ну, надо современными технологиями пользоваться. И при этом вам скажу так. Да, как бы там госаппарат не говорили, что там вот они такие-сякие. Я знаком, как готовят тех же дипломатов и других ребят, которые выступают. Я понимаю, что когда Медведев на нашего премьера говорил, у того руки тряслись, это было стыдно, да? А ни один дипломат никогда бы себе этого хорошо подготовлено не позволит. Они делают акценты на каждом слове, где они хотят это сделать. При этом никогда не показывают невербально, что бы не было. Их на этом натаскивают очень хорошо. И вот это хорошо. В дипломаторов хорошо, а это премьер был, извините. То есть премьеров не натаскивают? Наш пример главный дипломат. Я вас умоляю, да? Как у нас, как формируются эти все вещи, мы можем говорить. Я и говорю, что это скоровный автоматический корпус, на этом натаскивать, без этого никуда не надо. Я и не знаю. Вот. Ну а это уровень человека. Ну вот и все. Ну вот и сам натаскивался. Ну вот, и сам натаскивался. Ну вот. Друзья, сейчас мы закончим. В его оправдание могу сказать одно. Горбачева просчитали вообще, наверное, невербалики на всех переговорах практически там за полчаса. Тогда этого не было на этой территории, но там это было. Сейчас уже вплоть до того, что есть технологии компьютерные, снимок лица и полностью вот все мысли выводятся. То есть это уже как бы есть и здесь никакой... Он, прошел прощения, не пользовался. Его помощник ЦИПКОН натаскивал комсомолит. Я присутствовала. Это Михаил Сергеевич с особенностями. Пребыло. Хорошо. Ну вот и так. Отвращение чуть-чуть. По технологиям еще, да? Тоже человек. Технология продажи идей практически нигде не прозвучала. Реально. Мы говорим, что да, это хорошо еще-нибудь, но это технология. Если это и есть идея, то должна быть четкая карта продажи. Где? Только был здесь, а? Только сюда был. Леша, школу, ты там? Да. Это чистый маркетинг. Маркетинг абсолютно не отличается, как и в бизнесе, так и в политике. А тем более, как выборы показали Трампа и Зеленского. Именно политтехнологии идут впереди, в маркетинге промышленном. Откуда специалистов перекупают. Вадим, извините, пол минутки. Две секунды. Нет, Леша. Ну не сходи туда. Мы там не общаемся. Ты туда не ходи. Ну что? Не сходи, сходи ты должны. Так, у Али. Об этом говорилось, что вот она одна, одна, одна. А, вы не одна. Да. За вас, действительно, многие делают полаки. И вот как раз таки, и для того, чтобы вам было легче, действительно, вот здесь надо проговорить. И должен быть некий координатор, что нужно вам. И вот этот координатор, действительно, выстрел в резонтальной связи, все готовы с вами работать. Абсолютно узкое звено, которое оперативно может это сделать и тем самым расширить вашу зону влияния права. Владимир, с точки зрения, например, слабости звеньев, да, или вообще общего такого профессионализма. Гражданское общество, бизнес-союзы и эксперты, да, профессионалы. Как их склеить, грубо говоря? А вот здесь давай как раз таки перейдем к следующему вопросу, который я просто сделал. То, что ты задал, это цель. Это такой большой-большой вопрос. Как это сделать, никто здесь не скажет. Вот реально, у каждого будет свое мнение. И как раз таки в этом большая проблематика любых взаимодействий, их крупных групп, что у каждого есть своя цель внутренняя, да, которую он может не озвучить. Ну, как бы при этом, хотя одна синалитическое направление есть. Так вот, как бы там ни было, есть очень хорошая технология, в которой уже в бизнес-союзе может провести господин Коньков. У него книжка по этой теме есть. Можно взять другую технологию. Это выявление стратегической сессии по базовой цели. Потому что, если мы возьмем цель сделать хорошо, то, что это общее дело, так называемое, да? Понимаешь, должны быть понятные и прозрачные вещи. Если мы говорим, что мы чего-то хотим через год сделать, то мы можем сказать, что через год будет следующая школа. И может точно узнаем, что у нас будет. Да, вот Володя скажет, какую денежу там посмотрит, и через три часа уже будет этот пункт выполнен, да? А вот сделать хорошо, что такое хорошо, кому хорошо, через что хорошо, да? Как раз-таки должны быть понятные, прозрачные и очень легко измеримые цели. Пригласить министра. Вот, а для чего следующий вопрос? И что мы хотим от этого министра? Вот, если мы хотим решить вопрос какой-то экономический, что переговорить с министром, это цель вот такой, как задача, для какой-то большой цели. Если ты стоишь в цели 100 миллиардов, то тогда это совершенно другие действия должны. Конечно. Кто пригласит министра? Другие виды. Карпунина пригласили для этого. Вечер с нормального. И вот как раз-таки из этих причин, да? То есть надо определиться. Этих целей должно быть 2-3. Когда у нас эти будут четкие понятные цели, то следующий вопрос, то что сегодня, по-моему, вчера ты уже делал, да, по поводу ресурсов. Реально, три ресурса. Люди, те, кто эксперты будет. Время, которое они готовы на это уделить. И третий, либо финансы, либо что-то это заменяющее. Можно сказать, что самое. Крипта. А что может заменять финансы? Популярность. Понимаете? Класс. Предали Лорионовы, да? Вот это, понимаете, это самое простое. А вот здесь вот. Нет, по скайпу можно, а за зал надо платить. Нет, он же готов был приехать. Вот эти все моменты, да, как раз-таки вот чаще всего опирается в Беларуси вот это. Но это очень переговорный процесс. Абсолютно переговорный. Спасибо. А сейчас, думаю, вопросы тоже со мной будут. Галина Ивановна, Виктория, вы можете прокомментировать в школе Вадимского? Виктория. Я, в общем-то, профессионал просто сказал точнее. Я разложила это в составляющих. Абсолютно. Потому что то, о чем я говорила, да, о ядре, это есть горизонтальная связь, да, в расположении Вадима. То есть мне очень нравится, я в результате этой школы впервые немного повысила самооценку. Потому что, да, мое несистемное, непрофессиональное мышление во многом совпадает с тем, что, думаю, это считают эксперты, профессионалы, да, очень значительно больше знающих узких вопросов, нежели. Это впервые произошло. Я очень признательна аудитории за это. Каждому профессионалу, который здесь находится. Я еще хотела бы сказать, что всегда говорю на примусе, что мы должны исходить из понимания того, при всем при том, что вот обязательно должны построить цели и задачи, которые мы пройдем до следующей школы. И на следующей школе не то чтобы отчет, а хотя бы, да, уже стать чуть на базе свыше. Об этом вот говорил и Артур, спасибо большое. Я вспомнила, пока говорил Вадим, что, помнишь, несколько лет назад, говорили пригласить сюда крупных бизнесменов. Крупный бизнес. Тогда у нас вообще не было бизнеса. Были только гражданские активисты, студенты, ребята. Но бизнес был всегда. Не, не, не. Они были бизнесменами. Смотри, совершенно верно. Сейчас приехал Иван, ну, он тогда был. Приехал Силинов, приехала Геенко. То есть это уже какое-то движение туда. Но мы не ставили перед собой конкретных задач. Если вы поставили 100%, кто-то до сюда приехал бы. Или это Пузидис, или, ну, Чиж, не знаю. Но в любом случае, да, да. Кто-то, если бы мы просто двигались к решению этой задачи, этот человек сюда точно приехал бы. Так вот, о чем я отвлеклась, хотела сказать. Мы должны понимать, каждый из нас, когда делает свое дело, что цель наша, как гражданских активистов, как бизнес-активистов, она иная, нежели цель чиновничества, через которое мы пробиваемся. Иногда эти цели прямо противоположны. И когда мы планируем свои действия, рассчитываем аргументы, мы должны понимать, что мы предъявляем нашу позицию и изменения с точки зрения своей цели. А предъявляем ее человеку, который имеет цель прямо противоположную. Виктория, смотри, общее дело, да, вот, в этой ситуации должно быть некое общее дело, вот, на котором может даже людей, вот, откуда можно спросить, а если вот принципиально-то, другая, скрытая другая, тогда просто нужно предложить другую. Я должна пояснить, потому что Вадим сказал, это обычный процесс переговоров. Я не об этом. Я говорю, например, если взять наше образование. Когда мы боремся с чиновниками, пишем о переполненности классов, когда мы говорим о несостоятельности программ, когда мы говорим о разрушении профтехобразования, мы исходим из того, что этого нельзя допустить, наши дети должны быть хорошо образованы. И из этого постулата мы исходим и делаем все наши предложения. В то время как министерство образования имеет прямо противоположную цель – образованного населения не надо, его не должно быть априори. КАЦ не вербализуется, нигде не прописано, то есть мы до ДУПУ поменим. Погодите, почему уже не прописываются? Где написано в Министерство образования, Виктория говорит, я хочу быть в полной семье. Нет, вы делаете две вещи. Мы… Друзья, возьмите еще раз. Они говорят, что у нас слишком много высшего образования в вопрос образования. Друзья, а там у нас дорожка в другую сторону. Виктория, спасибо, Аганин Иванович. Так. Ну, я хотел бы действительно очень пораживаться, что у нас было такое выступление коллеги. Может, не стоит нам говорить? Давайте. Давайте, Геннад. Давайте, пожалуйста. И хотелось бы согласиться с Викторией Александровной, что да, здесь не всегда бывают ведущие. Но… Хотелось бы отметить два аспекта. Во-первых, у нас не создана, к сожалению, атмосфера доверия не только между ОГО и бизнесом, но и между всеми участниками диалога. И вот эту атмосферу доверия каждый должен со своей стороны потихонечку формировать, а в целом она формируется только во время совместных действий, совместной работы, совместного опыта. Другого ничего не дано. Это как женщину априори учить творец опыт. Дальше. Есть еще второй момент. Говорили очень много о чиновниках, о противоположных целях и так далее. Мне хотелось бы сослаться на польский опыт, Ярослав знает, что еще в 1989 году в законе о хозяйстве деятельности, где власть обязали задействовать развитию предпринимательства и с той поры большинство польских законов, и не только польских, не только прямого действия, но в польских напрямую написано, кто, какой министр, без фамилии они меняются, но какой министр ответственный за каждый пункт. И если бы наш чиновник знал, министр, заместитель министра на этом уровне, что он ответственный за это, у него были бы и общие позиции и не было бы отдельных, потому что так он ни за что не отвечает. Почему бы нет? Ему можно что угодно сказать. Если это в законе все-таки прописано, пусть практика право применения несовершенной не сразу придет, но в конечном методе оно придет. И что мне еще здесь хотелось бы отметить, вот когда мы говорим об общем, об улучшении диалога, о формальном, неформальном общении, я полагаю, что вот здесь присутствующее экспертное сообщество может внести свой вклад как раз в совместные мероприятия, о которых говорил Леонид Михайлович, которые содействуют вот этой диалоговой площадке, в том числе через общественные советы. Вот когда здесь ругали ЦУР, и можно согласиться, да, мы на 50-х МВП, да, так и прочее, но я обратила внимание на высказывание госпожи Конопадской, которая сказала, что это может быть инструментом, конечно может, власть получает деньги, вот проект должна за него отчитываться. И в этом проекте написано, что всюду и в центре на местах, как это действует, мы знаем, но должны быть партнерские группы, партнерские советы. Мы с господином Корянином участвуем в НИЭМЕН экономике в таком совете, и ГО признала, что вот это через ЦУР их пригласили на целый ряд встреч. В заключении мне хотелось бы сказать вот что и о чем. Да, я в прошлом году была координатором группы ВГ2 экономическая интеграция Белорусской национальной платформы форума ГО восточного партнерства. Вот я сделала эту резолюцию, которая вошла, ну вместе с группой, не сама конечно, которая вошла в состав всех резолюций платформы на нынешний год Италия. Но, когда я ее делала, боже мой, как граждане, которые не имели вот такого отношения к бизнесу, заорали, что я бедный не узурпатор и все великолепные мысли, которые, ну простите, не соответствуют не только профессии, но и целям, извратила и сделала не так. Я, правда, тоже хитрая кикима, Райан Брюссельскую резолюцию у нас показала. Вот. И потом в конечном итоге мы пришли к консенсусу. То есть, речь идет о том, что если человек выражает свою позицию и где бы он ни находился во власти, в бизнесе и в ГО, то он должен помнить известное выражение Эльба Толстого о том, что человек равен дроби. И если в Генкой дроби у него не то соотношение числителя и знаменателя, то дрессировать себя для того, чтобы это соответствовало и работало на пользу общества. Нынешняя школа, я полагаю, этому способствует. Я хотела бы вернуться немного к Наташи презентации. Мне думается, что у нас выпадает, судя по Наташи, на презентации, огромный плац гражданского общества, с которым мы никак не взаимодействуем. Это церковь. И, соответственно, есть огромная человеческая организация, которая оформлена за ней. И если брать вот этот вот, кто там вчера внес красным планом закона замашенного насилия, то это именно было церковь. И здесь тоже можно найти те проблемы, например, несоответствия и проблемы даже языковых барьеров, когда нельзя говорить с гендера, можно говорить там очень и женщины. И опять же, когда вытекает та проблема, которую мы тоже понимали, мы думаем, что все думают так, как мы думаем. То есть это тоже проблема, которую почему-то мы оставляем за кадром. Но, наверное, если мы хотим добиваться каких-то целей, то все-таки какими-то своими принципами чуть-чуть мы должны их как-то сдвигать. Вот. Поэтому и в любом случае, когда мы работаем, во-первых, мы не работаем с этими организациями, но когда мы начинаем с ними работать, даже проводя гендерную повестку, они забывают об экономике. То есть я считаю, что всегда мы как бизнес, как бизнес и социал, мы всегда должны для себя определить, что наше общее дело – это 100 миллиардов ВВП. Потому что это благо для всех, и тогда мы можем пилить бюджет как угодно, и может быть даже тогда госпрограммы не будут так критичны. Да? То есть вот если мы для себя априори определим вот эту цель – 100 миллиардов ВВП, это экономика, она всегда там от Карла Маркса от Адама Смита она была первичной, да? То есть экономика. Вот этот вот базис позволит нам, каждое наше гендерное исследование, все равно включать экономическую составляющую. Это будет плюс вам, это будет плюс нам, это будет там ЦУР или СУМОЙ ГЕДЕР. Да, для всего, понимаете? Поэтому и все равно сейчас, считывая современные тенденции реалий, в этой экономике, в этих цифрах мы все равно должны видеть человека. Мы должны видеть все его достатки и недостатки, и всегда мы не должны забывать про экологию, социальные предпринимательства. Вот про эти факты, которые вкладываются опять в эти 100 миллиардов. Я понимаю, понимаю, о чём. Спасибо. Галина Викторовна. Знаете что, вот мне очень нравится эта картинка, тут ребёнок есть, да? И Зеленский тоже вот как-то симпатично поступил, когда он сказал, вместо президента ребёнка. Своего? Да, портреты. Да, портреты. Вот во время переговоров, как цель визуализации о детях, о будущем, это для них вот посыл, который должен, наверное, объединять. И каждый человек президент. И я думаю, об этом всегда говорит Леонид Фёдорович, и он прав в этом отношении, то есть в отношении того, на что ориентировать, как будут жить дети. И вот тогда может быть тот консенсус, о котором говорит Виктория. Вот если это на флаг или на щит, может быть. Спасибо. У меня два момента, оба на тему ближе к народу. А вот, ну мне кажется, даже какая-то задача, да, вот на будущее. На родину. Мы не совсем не знаем, мы знаем, чем это закончилось, но вот мы тут про гендер, про гендер, а вы знаете, что во многих школах Минска реализуется программа гендерного воспитания. Гендерного, не какого-то. Я подчеркиваю. Вы знаете, как она реализуется? Мне учителя рассказывают. У нас есть отдельное занятие для девочек и для мальчиков. Мальчики пилят, строгают и учатся защищать девочек. А девочки душевают. Труды какие-то. А феологи учатся распределять семейный бюджет и вести хозяйку. Нечестно это. В основном у нас в 50 процентов. Да. И вот это у них называется гендерным воспитанием. А вот дальше, да, как можно в этом случае договориться с чиновником, который прекрасно оперирует вот этим термином, да, гендерное воспитание у нас есть, да, с этим у нас все в порядке, мы отчитались. Второй момент, вот опять-таки про народ. Я по поводу публичности и колуарных переговоров, да. Сегодня вот это звучало. Дело в том, да, вот картинка там была прекрасная, один, да, среди всех, так. В принципе, какие-то продуктивные, для того чтобы были продуктивные изменения, 25 процентов населения должно не просто быть к ним готовым на диване ждать, да, а должны быть готовы в этом участвовать, да, в этом участвовать, чем-то, да, ради для этого жертвы. Я по поводу даже пример Ярослава про поляков, которым удалось мирно проговориться, именно потому, что там эта цифра была гораздо выше, чем 27 процентов. Артур. Артур. Бару замечаний. Может, я сегодня не буду спросить, но у меня очень верно слово там. Мы, да, Виктория, мы, мы, Аня, мы, мы. Кто такие мы, я вот понять не могу, да. То есть, вы говорите, там, крупный бизнес. Они вообще не мы. Они свои задачи решают, у них все хорошо, и мы хотим их привлечь. И вот понять, кто такие мы, тогда проще цели, потому что мы тут задачи гражданского общества, мы это, мы столько задач. Все себя ассоциируют, что мы эти, мы эти, вы эти как-то все-таки конкретные. Мы вот этим занимаемся, мы вот этим, мы вот этим. Тогда проще будет цель идти, да. Ну вот так. Понятно. Значит, четыре стратегии переговоров. Первое. Мы идем к оппонентам нашим как враги. И они нас ведут, воспринимают как враги. Получается, война. Второе. Мы затихорились. Мы сами по себе, они сами по себе. Третье. Значит, мы меняем. Кто мы с ними как враги, кто как друзья. Только тогда возникает сотрудничество, когда мы делаем вид, то, о чем говорил Вадим, что они нам друзья. То есть, сотрудничество, партнерство, мы всегда должны по-хорошему, по-доброму понимать их, чтобы они понимали нас. Для этого важны и предварительные встречи, то, о чем говорил на ум. И подготовка. То есть, наша задача – договориться. Договориться. И вот дипломатия в этом плане очень много может научить. Да, там надо улыбаться. Да, там надо по-хорошему относиться, но быть нацеленным на результат. Иначе все превратится в болтовню и так далее. – Спасибо. – Леша Валя и Саша Бондатач. – Не, не надо, не надо, не надо. – А. – Ну, извините. – Спасибо. – Очень классно с чердака все слушать. Очень много энергетики, очень много желаний, очень много заборов. И мы говорим, технология такая, метод такой-то, матрица такая. Ну, велосипеды запретаем. – Нет. – А, допустим, в бизнесе мы многие слышали. Там есть PR, да? Там есть Public Relation, есть Customer Relation, да? Точно так же есть и Government Relation. Поэтому написано кучу учебников, куча методик. Как трактовать государство на переговорах как оппонента, сильного или слабого. Что там можно использовать в качестве, чтобы сильный никогда не заметил, что он уступил, да? Своего рода в бизнесе это же… Вы начинаете работать с большой компанией, вы там подписываете НДА какой-нибудь, да? Или там соглашение, а не разглашение как социальной информации. В GR описывается, что может быть как НДА с государством, с правительством. В прошлом году на летней школе мы сделали канал для общения участников. Давайте в этом году решим и примем на следующий год цель устойчивого развития нашего Афинер Мейкер сообщества. Что мы проведем какой-нибудь учебный семинар по не PR, а по GR. Из Сярослава, например, на примусе мы можем записать пару передач с нашей директориями пару видео про… Именно это. Есть же не только бизнес-то кастер, а бизнес-то бизнес, есть бизнес-то гаван. Это может быть интересно с союзом бизнес. Давайте просто поучимся, чтобы мы не тратили время, а перечислим эти методики. А давайте мы вот это вот изучим. Девушка, извините, все давно придумано. Давайте изучим то, что уже есть. Если кто-то одну методику использует, она далеко не будет. Хорошо, понятно. Спасибо. А Александр, и будем заканчивать часу 2-2 минуты каждый раз с подвеси. Пацаны с четвертого дня, честно скажу, загрустил. Да. Но… Не-не-не-не-не-не-не. Ну, я человек, который много слушает, а потом это пропускает через себя, как через мясорубку, и каждое утро я подсыпаюсь с новым вопросом. Например, вчера я задавал дурацкий вопрос, так можно ли все-таки демокрацию привезти с помощью демократии. И мы пришли, все-таки нельзя. То есть, основная масса людей сказал они. Сегодня я слушаю, и думаю, даже уже ничего не говорить, пока как раз в хорошем деле задавался вопрос, а кто такие мы? Вот мы тут хорошо действительно говорим. Мы, 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 мы. А на самом деле, через несколько часов мы разойдемся, и опять год нифига не будет. Просто тупо нифига. Отлично. Отлично. Вот Алексей сделал канал в прошлом году и поддерживает. Спасибо ему. Поэтому есть понятие «мы», которое называется на сегодняшний день «brain cam». Здесь представители общественных организаций, бизнес-организаций, да мы между собой договориться не можем для того, чтобы третью часть власть как-то притянуть. и мы опять разойдемся и будем решать все свои меркантильные вопросы. Каждый в своем кусочке. А самое интересное, бизнес-ассоциация, мне сейчас это просто бесит, бизнес-ассоциации между собой не могут договориться. Я уже не буду общественной организацией трогать. И становится простой вопрос. У нас сейчас клуб Ярослава Романчука. Вот мы собрались. Не важно. Это мое мнение. Одно семь с половиной миллиардное, поэтому на него можно обливать. Вот. И вопрос заключается в том, что Романчук не соберет. Скажите, пожалуйста, кто когда соберется сам? Да никогда. По большому счету. Где вот это «мы», которое в конце концов завтра будет фигачить в одном русле? Ну вот где оно? Предложение. Предложение. Я еще раз говорю. Не то, чтобы Леша там на своей инициативе с этим бренд-кампом сидел там и всех вовлекал, чтобы кто-то что-то делал, и то там все равно кто-то выпендливается. Но мы все знаем, кто. Погодите. Мы – это кто? Мы – это кто? Да. Саша, все? Спасибо. Правильно было. Мы подводим итоги после обеда. А сейчас наши уважаемые панелисты по две минутки подводим итоги своей точки зрения. Виктория Ганиловна, пожалуйста. Я когда говорила «мы», я четко сказала, что мы здесь это и гражданское общество, и бизнес-сообщество, и бизнесмены, и преподавательские студенты, то здесь представлена как раз таки как бы интеллектуальная элита нашей страны. Это я к тому, что я все же сказала, кто такие мы прямо вот в первых словах. Но я сейчас не об этом. Я думала, что обращала внимание Ярослава, что как раз вы скажете о том, что необходимо построить некое резюме нашей встречи, которое будет либо задачами, либо целями, которые нужно достичь к следующей встрече, либо еще как-то систематизировать то, что мы здесь сделали четыре дня, с тем, чтобы оно не пропало, а с тем, чтобы мы реализовали какие-то результаты этого общения. Значит, и чтобы уложиться в две минуты, хочу сказать, что спасибо Алексею Колбу, он систематизировал мое понимание вчера будущего отношения к работе, и я сейчас поделюсь со всеми, возможно, кому-то еще это будет интересно. Когда начинаешь решение следующей задачи перед тобой стоящей, раздели лист на две половины. Кому это надо? Фу, зачем? Да? Зачем это надо тем, кто поставил перед тобой задачу? И вторая половина листа – зачем это тебе лично? Вот это хорошо работает, и я могу вам сказать, что есть у нас ассоциация инвалидов-колясочников, которую возглавляет Сергей Дроздовский, которую знает 100% инвалидов-колясочников, это в той статистике, которую вот Далина Ивановна, спасибо, ей озвучивала, и которая решает 100% проблем инвалидов-колясочников, и которая решает также проблемы других инвалидов, например, детей с фенилкетонуриней, спасибо, потому что они больше не нашли нигде никакой поддержки. Я пыталась их поддержать, но у меня просто профиль другой, я бизнес, я не социум, но я сделала все, что от меня зависело. Но помогла им в какой-то степени именно ассоциация Сергея Дроздовского, повторюсь, которая точно знает, зачем и кому это надо, и вторая половина листа – зачем Сергею Дроздовскому и тем, кто работает вместе с ним, это надо. Они заполнили этот риск. Спасибо. Спасибо. Ну, хоть мы немножечко ушли в частный вопрос, то есть общая тема дискуссии, благодаря некоторым выступлениям перешли к слову «мы», но мне тоже здесь хотелось бы сказать свои три копейки. Конечно, мы не следуем тому, как некогда было «мы», Николай Второй, но мне хотелось бы сказать, что когда, например, хотя я стараюсь не употреблять это местоимение часто, но если я говорю «мы», то я имею право сказать «как член своей организации», потому что я в ней состою, и извините, я в ней избрана для исполнения определенных функций открытым голосованием, точно так же, как Владимир Николаевич, точно так же, как господин Малашко, в другой организации избран. Я, правда, тоже. Поэтому в данной мере, хотя мы не имеем на это полномочий, мы определенным образом выражаем позицию той организации, в которой состою. Теперь второй вопрос о том, что надо реализовать результаты сегодняшней школы. Я полагаю, что, наверное, и у Ярослава не такая цель школы, чтобы каждый из нас, вот, тем более все вместе, это невозможно, результаты школы реализовывали. Но школа, наверное, будет ценность. Кроме роскоши общения, она дает нам обогащение идеями. И вот эти идеи, я полагаю, каждый захочет, сможет, кто в большей, кто в меньшей степени, применить в своей деятельности. И если эти полезные идеи будут применяться каждым, то, наверное, это и принесет определенные результаты. Ну, а если кто-то думает, что вот мы сейчас объединимся и в Коломне, там, или как Навальный, или как не Навальный, пойдем куда-то, то это, наверное, скорее всего, утопия. Это не та целевая установка. Это не та целевая установка. Это не задача школы. Задача школы в другом. Точно так же, как и участие. Школа дает нам большее. Она дала нам контакты. И если мне, например, что-то нужно, я теперь знаю, как мне обратиться к талантливому Евгению Романенко и по какому поводу. И точно так же к каждому другому. Может быть, кто-то обратится ко мне, я приложу все силы, чтобы ему помочь. В этом смысл той духовной коммуникации, мне кажется, того заряда, который дает нам летняя школа. И это будет хорошо. А все вместе под какое-то дело мы пойдем только тогда, когда это будет соответствовать нашим интересам, функциям, задачам и планам. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо, что выступил. Я набросал несколько вещей. Я еще раз повторюсь. Любое действие, оно должно пониматься. А целью, действительно, как сказали, кому это нужно, зачем это нужно, под эти ищется инструмент. Инструмент, я предлагаю, самый отработанный и его, действительно, простой. Чем проще, тем легче. По поводу переговоров я поддерживаю Леониду. Действительно, в постоянном разговоре многие не отслеживают, мы с ними боремся, не надо с ними бороться. С ними надо договариваться. Я об этом говорил Картс, и я его в этом очень поддерживаю. По одной простой причине. Потому что любые переговоры, если мы на них идем, они подразумевают, что две стороны хотят договориться. Хотят договориться, но есть какие-то причины, которые им это не позволяют сделать сразу. И вот как раз таки выяснение причин, почему не получается, это решать время переговоров. И только тогда находится некое усредненное решение, которое устроит двоих. Если оно устраивает, тогда уже переговоры составляют. По поводу скрытых переговоров, да, их надо использовать. Потому что у нас страна такая. У нас такие правила. И кричать, что вот так оно правило. Правила нет. Есть правила игры, и по этим правилам надо выявить. А нам эти правила пришли либо исторические, либо дает регулятор. Это нормальная практика. Это нормальная практика. Ну, опять же, цель этих переговоров. Опять же, цель этих переговоров. Самая разная. Адвокатирование тоже. Еще, действительно, я соглашусь с этим вопросом. Кто такие мы, это надо понимать. Потому что целью это должна быть. То есть, на кого направлено это? Может быть, действительно, у каждого бизнес-союза. Кого-то средний, кого-то большой. Понятно, что хочется больше членов, еще что-нибудь. Но если вот это будет распределение, и понятно, что этого лучше передать туда, это у нас не практикуется. Но это, скажем так, для всех было бы лучше, если бы рынок был подземлен. Или рынок влияния. Я еще раз скажу. Если мы говорим о влиянии, достижении капитации, вот это надо договориться. Сказать, вот здесь у нас больше ресурсов, и мы это можем делать. Здесь у нас меньше ресурсов. По поводу Александра. Я абсолютно с ним согласен. Пока не будет написан план действий со сроками, и ответственно никто это может сделать. Ничего не будет. Вот эти вот правительства ответственные были записаны. А у нас где это? Все понятно, все. Любой план пишется, ты знаешь как. Вот. Все. Друзья, поблагодарим вашим понравившим программам.